Часто бывает так, что ищешь себе недорогой смартфон, но при этом с более или менее приятным дизайном и нормальными характеристиками. Ребенок, конечно, однозначно захочет себе что-нибудь поярче, а вот студент или менеджер, который ищет себе смартфон для второго рабочего номера, оценит сдержанный деловой стиль Nefos C5 от компании Topolink. При этом самое классное, стоит он всего 100 долларов. Просто смешная цена, как для таких характеристик. Так что давайте разбираться поподробнее. С дизайном тут особо не мудрствовали и предпочли проверенную классику. Мне кажется, смартфон одинаково хорошо будет смотреться как в руках солидного менеджера, так и у студента. Лично я считаю, что модель больше подойдет мужчине. Линии корпуса тут достаточно строгие и классические, а окантовка в металлическом стиле добавляет смартфону статусности. Задняя крышка сделана из матового пластика. Удобно то, что он не особо скользкий и не сильно собирает отпечатки пальцев, так что пользоваться им будет приятно. Хотя смартфон и бюджетный, сборка у него качественная. Даже если поскручивать его или попытаться взять наизлом, он с честью вынесет эти испытания. В Nefos C5 использовали качественную IPS-матрицу, так что изображение не искажается, под каким бы углом вы не смотрели на экран своего смартфона. Даже на солнце летним днем картинка оставалась контрастной и читабельной. Я такого от настолько бюджетного девайса откровенно не ожидала. По четкости картинки есть небольшое замечание. Тут использовали 5-дюймовый дисплей с разрешением HD. Так что если особо присматриваться, можно заметить отдельные пиксели. И вот в чем вопрос. С одной стороны, для 2017 года такого разрешения как-то маловато. Но с другой стороны, вспоминаем, сколько этот смартфон стоит. И все вопросы отпадают. Набор камер, как для бюджетника, вполне неплохой. Фронтальная 5-мегапиксельная и основная 8-мегапиксельная с двойной вспышкой. По факту, фронталка мне понравилась даже больше, чем основная. Селфи получались очень четкие и черты лица не искажались. Еще и съемку по шесту и распознаванию улыбки добавили. В общем, очень удобно и круто работает. С основной камерой нужно немного повозиться. Автофокус не всегда каретно срабатывает, особенно на пейзажах. Так что обязательно проверяйте отснятые кадры на месте. Куда проще сделать пару контрольных снимков, чем потом жалеть. В интерфейсе есть пара дополнительных режимов, в том числе HDR и инструмент для съемки панорам. Съемка видео вполне стандартная, подойдет для личной хроники или важных моментов жизни. Ожидать от Nefos 5 каких-либо рекордов в плане производительности не стоит, потому что внутри установлен средний по мощности чип Mediatek, ориентированный больше на повседневные задачи. Зато приятно, что внутри стоит аж 2 гигабайта оперативки. Можно спокойно запускать браузер, игру и пару мессенджеров, и ничего не будет глючить. Внутренней памяти в Nefos 5 16 гигабайт. Не очень много, так что рекомендую сразу покупать microSD. Тут поддерживаются карточки до 32 гигабайт, и такого объема вам уже точно должно хватить. Операционная система в смартфоне Android 5.1 с минимальными дополнениями в виде центра тем и других небольших приложений. Довольно стандартное и практичное решение, без лишних наворотов. Автономность устройства обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 2200 мАч. Учитывая, что с этим смартфоном вы вряд ли будете круглые сутки играть в тяжелые игры, можно спокойно рассчитывать на полный день, а то и на 2 дня работы смартфона без подзарядки. Nefos C5 от TP-Link это продуманный смартфон, сделанный с максимальной заботой о пользователе. У него есть неплохая производительность, классический дизайн и, главное, очень приятный ценник. Он подойдет вам как второй смартфон, как экстренная или плановая замена своего старого телефона. А также понравится всем, кто не гонится за производительностью и при этом не доверяет дешевым китайским брендам. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!